Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфудин Представляю очередную книгу из моей библиотеки, книга Санлайта, книга номер 12 О Боге. Секрет сорока имен создателя А со страницы седьмой читаю отрывки из этой книги «Любовь» Иисус правополосил Бог есть любовь. Поистину где любовь там Бог. Человек сотворил из любви и для любви. Любовь – это аромат присутствия Бога. Любовь – это дыхание души. Если нет дыхания, тело умрет. Если нет любви, душа не может родиться. Любовь – это всегда чудо. Любовь несет жизнь. Любовь несет жизнь любимому. Страсть и привязанность забирают его жизнь. Мысли, наполненные любовью и благодарностью, создают вокруг вас поле успеха, радости и формируют творческое поле реализации и назначения. Любовь – это энергия, обитающая в сердце. Ее можно активировать, активизировать внешним воздействием. Но можно пробудить ее изнутри. И послать эту энергию миру людям к бытию. И они сразу ответят. Вы осознаете любовь деревьев, звезд, солнца, всего мира, Бога. Ощутите, что все мироздание испытывает к вам бесконечную любовь и ликует от этой любви. Почувствуйте любовное присутствие Божества рядом с собой. В главном единство, во второстепенную свобода, во всем любовь. Святой Августин. Согласитесь с тем, что мир и Бог любят вас. Выберите это для себя. И опознаете счастье здесь и в вечности. Любовь неизбирательна. Избирательна желанием. Любви нет чужих. Видеть себя во всем и всех в себе. Лишь это и есть любовь. Любовь и привязанность. Как понять разницу между любовью и привязанностью? Похожие внешне, они совершенно различны по сути. Привязанность антипод любви. За внешними проявлениями любви она прячет подлинную ненависть. Она убивает любовь. Нет ничего более ядовитого, чем привязанность и стремление к обладанию. Жажда обладания, привязанность – это фальшивая любовь. Лучше ненавидеть. Она, по крайней мере, честнее. И больше соответствует действительности. Ненависть может однажды перерасти в любовь. Но стремление к обладанию никогда не станет любовью. Надо отбросить его, чтобы дорасти до любви. Любовь, которая ежедневно не возрождается, ежедневно умирает. Любовь – это сотворение эго. Любовь – это растворение эго. Привязанность – это кристаллизация эго. В любви – ваше доверие к другому. Страница девятая. В любви – ваше доверие к другому так велико, что ваш собственный разум больше не нужен вам. Его можно отбросить. Вот почему люди называют любовь сумасшествием или послеплением. Вы отбрасываете свое эго, свой ум с точки зрения окружающих. Вы становитесь слепым и безумным. Все глубинные религии настаивают на том, что только с помощью веры, доверия и любви можно войти в храм божественного. Любовь – это вызов эго. Центр перемещается в возлюбленного. Он приобретает для вас огромное значение, становясь вашей жизнью. У вас нет и тени сомнений. Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...